Неделю назад на моём канале выходил довольно объёмный подкаст, в котором мы продолжали довольно востребованную и интересную вам рубрику. Если быть точнее, мы обсуждали, каким был катаклизм. До этого подкаста также выходил подкаст про Кнев Короля Лича и Burning Crusade. Речь, конечно же, идёт не про перезапуск, а про оригинальную игру. В силу того, что я все эти дополнения застал, мне было что вспомнить, и была некоторая информация, которую хотелось бы, собственно говоря, поделиться. Подкаст про катаклизм своё уже отгремел, а значит самое время вспомнить, какой была Mist of Pandaria, что вышло из этого дополнения, что игрокам понравилось, что не понравилось, и как в целом его можно оценивать, скажем так, исходя из современных реалий, оглядываясь назад на мои личные воспоминания. Однако, прежде чем мы перейдём к этой теме, мне бы хотелось вспомнить про кое-что гораздо более важное. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает проект Moonwell. Moonwell это самый старый и уважаемый сервер World of Warcraft в версии Burning Crusade. В конце ушедшего года на нём был запущен новый игровой мир с рейтингами на опыт X5. При его создании разработчики учли все недочёты официального перезапуска, поэтому добавили множество Quality of Life систем. Среди них вы можете обнаружить двойную специализацию сразу с пятью возможными ветками. Общий для двух фракций аукцион непосредственно в Шатрате, а также отдельную межфракционную локацию для дуэлянтов. Вместе с этим в середине февраля разработчики запустили отдельную героическую сложность для рейдов четвёртого тира. Теперь при похождении логова Груула и Мактеридона, а также Каражана, вы можете получить гораздо больше наград. Самое же приятное заключается в том, что онлайн на проекте не падает ниже отметки в 2000 пользователей, а на пике превышает отметку в целых 3. И заинтересовались? Тогда прямо сейчас переходите по моей персональной ссылке в описании и регистрируйтесь. Удачи! Итак, по традиции вспомним завершение катаклизма. Надо напомнить, что катаклизм был довольно неплохим дополнением, но у него была одна большая проблема. Финальный патч 4.3.4 длился сумасшедшие и, можно сказать, невероятные 11 месяцев. Может быть не совсем 11, но вот прям очень близко к этому значению, между 10 и 11. Здесь уже, как говорится, на ваш отчет. Думаю, несколько дней здесь погоды не сыграют. Самое главное, что за вот этот вот последний патч из игры ушло прям колоссальное количество игроков, потому что всем глобально наскучило. Заняться в World of Warcraft особо было нечем. Если вы играли в более-менее семи-хардкорном или хардкорном темпе, то и подавно. Казуалы качали твинков, но и это, знаете ли, довольно сильно утомляло, потому что в Элфейре Души Дракона можно было одеться с зеленки и, соответственно, скипнуть весь остальной контент. Страдал и 11 сезон, и от проблем с балансом. Допустим, те же самые воины и те же самые друиды, если быть точнее, ресторы, особо в 11 сезоне не игрались. Так или иначе, но это не главное. Самое главное, что в какой-то промежуток времени разработчики из Activision Blizzard наконец-таки анонсировали Мисс оф Пандария. И, к сожалению, комьюнити после этого не полегчало. Все надеялись, что после довольно затяжного и томного 4.3.4 катаклизма выйдет какой-то не менее интересный патч, который будет хотя бы на уровне катаклизма, а может быть будет лучше, вернет немножечко игру к корням ближе к Лич Кингу, сделает ее, опять-таки, чуть более хардкорной, но все равно такой относительно сбалансированный. Потому что, кто бы что ни говорил, но катаклизм в целом получился довольно сбалансированным в отношении как хардкорных игроков, так и казуалов. Он был в меру сложным и одновременно с этим в меру легким, подходил глобально всем. В то время как до этого мы наблюдали довольно жесткие перекосы, например, Burning Crusade был только для хардкорщиков, а Лич Кинг только для казуалов. Тем не менее, разработчики из Activision Blizzard вместо всего того, что игроки ожидали, анонсировали Мисс оф Пандария. И буквально сразу после этого интернет разорвало мемасами. Наверное, самый знаменитый мем, который вы 100% видели, если играли в тот промежуток времени, это момент, когда орк передает человеку, или наоборот человек орку, я точно говоря не помню, как там было в трейлере, вместо палки и леденец. И вот это вот, как мне кажется, лучше всего символизировало предстоящие Мисс оф Пандария. Шуток было очень много, и значительная часть сообщества вообще поначалу не поверила, что вместо, собственно говоря, катаклизма придет Мисс оф Пандария, которая будет, собственно говоря, про пандаренов, про континент, который называется Пандария, и что это вообще первоапрельская шутка. И действительно, какой-то промежуток времени, месяца полтора, в комьюнити прям ходила теория, что это вот такой большой развод от Activision, чтобы немножечко сгладить атмосферу после довольно затяжного катаклизма. И вот сейчас они анонсируют что-нибудь невероятно крутое, отправят нас в другие миры, может быть позволят нам бороздить там моря рядом с кул террасом, может отправят в изумрудный сон, но нет, Мисс оф Пандария оказалась реально не шуткой, это был полноценный стопроцентный анонс, и в итоге все начали ждать, что ж из этого ужаса-то может выйти. Здесь нужно отдать должное разработчикам, потому что они давали довольно много информации перед релизом, и что гораздо важнее, это тот промежуток времени, когда разработчики еще давали честную информацию. То есть, если вы слышали, что, например, разработчики говорили, мол, у нас будут мировые боссы, это означало, что с приходом Мисс оф Пандария у них будут мировые боссы. Если разработчики говорили, что у нас будут хардкорные режимы для хардкорщиков, это значит, что с приходом Мисс оф Пандария в нем должны были быть хардкорные режимы для хардкорщиков, а не так, как стало после прихода Warlords of Draenor. Но об этом опять-таки в более поздних подкастах поговорим. Тем не менее, что любопытно, сама Мисс оф Пандария, вернее, это не так, ее переходный период, ее припатч, Оказался абсолютно незапоминающимся Я специально не готовился к этому подкасту Не искал информацию в интернете Чтобы он был максимально, скажем так, честным И по воспоминаниям И вот сейчас, находясь, собственно говоря, перед микрофоном Я понимаю, что я наглухо не помню Что ж там за припатч был такой Между Катаклизмом и Пандарией При этом я отлично помню, что припатч Бернинг Крусейда Что припатч Лич Кинга Что припатч Катаклизма Я даже припатч Warlords of Draenor помню А вот, собственно говоря, с припатчем Миссов Пандария Полнейшая дыра Я абсолютно не помню, что в нем вообще происходило Но в целом это не важно Потому что в один прекрасный момент Катаклизм сменился на Миссов Пандария А вместе с этим Все игроки прожали по традиции F ушедшему дополнению Прощай, Катаклизм Ты был нам так дорог Гениальный релиз Ну почти по хардкору Трудно признать, но ты для нас торт Никаких пандаренов, только хардкор Чем встретила нас Миссов Пандария? В первую очередь Миссов Пандария Принесло то, чего не было до этого никогда Вы можете не верить мне на слово Но будет абсолютной стопроцентной правдой сказать Что да, у разработчиков из Activision Были проблемы с релизами новых дополнений Были какие-то лаги Были очереди, были трудности Но до Миссов Пандария Этих трудностей было вот прям Не очень-то и много То есть глобально Если вы в ночь, там в час ночи Заходили в игру Или допустим становились в очередь То рано или поздно вы заходили и могли спокойно играть А вот Миссов Пандария Выдалось, мягко говоря, очень спорной Во-первых, у разработчиков висела ЛФГ И, собственно говоря, из Калимдора Или Восточных Королевств В общем, откуда угодно Но только не из локации Миссов Пандария Нельзя было перенестись в Данжи Кроме этого, эти сами Данжи Не нужно было исследовать Если в катаклизме Для того, чтобы отправиться в них через ЛФГ Нужно было сначала найти подземелье Дойти до него ручками И войти в него один раз То здесь было проще Вы просто нажимали ЛФГ и улетали Не лучше дела обстояли и со стартовой локацией Здесь важно напомнить Что начиная с Лич Кинга Разработчики выпускали по две стартовые локации Для того, чтобы более-менее сбалансировать Нагрузку на сервера Которые отвечают за эти зоны И более-менее размазать игроков Так как в одной зоне Творилась лютейшая вакханалия Так вот, к Миссу Пандария Разработчики от этой концепции Почему-то отказались И, кстати, до сих пор нет внятного ответа Почему это произошло Хотя в сообществе Несколько раз эта тема подымалась И даже вопросы адресовали с разработчиком Но от них, как говорится Никакой информации не поступало Весьма вероятно, она и никогда уже и не поступит Потому что люди, которые делали Миссу Пандария На текущий момент в компании не работают Вернее, даже не так Они, конечно же, работают Но вот именно люди, которые принимали решения Их уже нету А поэтому мы не узнаем Почему была именно в Миссу Пандария Сделана одна локация Но в итоге это привело просто к феерическим проблемам Потому что стартовая локация Просто нафиг завис Да, возможно, это прозвучит довольно грубо Но откачаться там было просто невозможно Во-первых, сама локация страшно лагала И задержки там составляли вплоть до минуты И поверьте, это была не проблема с пингом Это именно сами сервера не выдерживали происходящие нагрузки Даже если на какой-то промежуток времени У вас игра отвисала, легче не становилось Игроков на существ было настолько много Что существа вот прям совсем резаться не успевали Если раньше еще более-менее как-то можно было выкрутиться Все-таки инстарез ставили на запуске дополнения И NPC автоматически сразу воскресали Не приходилось ждать реза И все-таки кое-как на квесты можно было делать То с релизом Миссу в Пандаре это уже не помогало Потому что, во-первых, были лаги Когда лагов не было, вокруг мобов просто грузилось огромное количество игроков Там по 50 человек на один респоинт Это один респоинт, повторюсь То есть на одну точку, где встает один моб И, соответственно, поймать хоть что-то было нереально Плюс постоянные зарубы между Ордой и Альянсом Которые творились просто повсеместно В общем, в нефритом лесу было плохо Я на релизе нефритового леса И, собственно говоря, на релизе Миссу в Пандаре Так, наверное, будет корректнее Отправился покорять ЛФГ Причем предварительно, по традиции, с катаклизма Так как не читал патчноут И вот такой вот я умненький Я побежал ножками до, собственно говоря, данжа Сбегав в данжик и открыв его Я рекнул туда группу И, собственно говоря, сейчас ливенький И довольно довольный Отправился зачищать первый вот этот вот храм Погомерзкий Пытаясь там наглядить опыт Потому что традиционно Долгие патчи Самая быстрая прокачка была в инстах И, соответственно, все туда отправлялись фармить У нас был довольно неплохой стак Я отыгрывал роль совуха в этой трассе А не рестор друида Но все равно в экипировке на ресторе Не спрашивайте, как так получилось Но вот такая вот бредятельность случается Однако у нас в патте было несколько человек Которые были с трисгосами То есть у нас был такой собранный спеллклиф Который, вообще-то, выдавал довольно много ДПС Но, к сожалению, это не помогло Потому что, как выяснилось Прокачка, собственно говоря, в инстах Миссов Пандария Это очень плохая идея Потому что в Миссов Пандария Сделали акцент на механике А не на количество мобов Как это было раньше То есть, если, например, вспоминать Какие-нибудь бастионы адского пламени Из Бернинг Крусейда То при их зачистке Вы убиваете около сотни мобов Что, как вы понимаете, вообще-то много Если, грубо говоря, предположить Что каждый моб дает 500 экспы Сотни мобов Это уже 50 тысяч И, теоретически, за 5 минут Можно делать 50к Для Бернинг Крусейда Это прям очень хорошие цифры Так вот, в Миссов Пандария Там даже процента не набегало После того, как вы инст проходили И выяснилось, что это прям вот лютая каша Основной экспириенс шел от того Что вы регали самой ЛФГ, собственно говоря Но и в сумме там выходило Может быть, процентов 5 за инст Что вообще-то мало Потому что 20 инстов Миссов Пандария Это прям большой гемор Собственно, прокачав в этой замечательной локации 86 уровень В первом данже Было решено развалить группу И пойти качаться по квестам В результате чего Я отправился в долину Тысячи Ветров И после прибытия в нее Я узнал, что оказывается World First уже сделали То есть, чтобы вы понимали World First Миссов Пандария По левелингу Взяли через 2,5 часа После релиза, собственно говоря Самой Миссов Пандария Или через 3,5 часа Честно говоря, тут опять-таки Не вспомню Это вот прям так Образно По-моему, 2,5 часа Потому что где-то через 3,5-4 Я вышел как раз из храма В 86-м И пошел качаться Плюс-минус так было А как вам, наверное, интересно Как это вообще произошло А как взяли Фишка заключается в том Что игрок Который брал World First Гриндил элита Вы тут можете сказать Мол, чей, стоп Какие элитки В Варкрафте же всех элиток Упразднили с приходом леща Какие, к черту, элитки Вне инстов Как там человек качался Не в инстах же он качался Правильно? Правильно Он качался не в инстах Он качался в открытом мире Секрет кроется в том Что в долине Как раз тысячи ветров Или четырех ветров Как она там называется Долина четырех ветров Если я правильно помню В общем, у нее на входе Стоит Мушан Я думаю, вы все его знаете Он не рарник Он элитник И с него падает рог Который позволяет Три раза призывать Мушана На котором вы, собственно говоря Можете быстренько куда-то проехаться Он там прет со скоростью 300% Удобная штука Так вот Любители очень быстро прокачаться Догадались до классной идеи Ведь стоит инстареспаун мобов Во всех локациях Собственно говоря в игре А значит Если вы убиваете элитника Который не является рарником Он мгновенно воскресает Потому что он тоже подпадает Под общие кд с мгновенным ресом Но при этом за эту элитку Дают импрувнутый экспириенс Потому что это собственно говоря элитка А там какие-то еще странные коэффициенты были То есть там давало не в 2 раза больше Чем за обычного моба А что-то там типа в 3 или в 5 раз То есть там какие-то сумасшедшие коэффициенты были Близзы эту систему поменяли Потому что элиток стало мало И вместо в пандаре Начало сыпать как из рога изобилия И соответственно человек Который догадался Вот пролевелиться Он качался за рыцаря смерти И мочил этого Мушана Вы можете сказать Что этот Мушан вообще-то толстый И это кстати действительно так Мушан очень жирный И убивать его Вот прям даже хорошо загиренным ДПС классом Долго Мучительно И крайне напряжно Но как тогда он левелился? Старой знаменитой фишкой Которую к сожалению пофиксили В более поздних патчах И после перезапуска классики Она не работала А буст система Которая позволяла вам затаргетить А другим игрокам убить Работало это следующим образом Парень таргетил на себя Мушана И его тут же в землю втаптывала Его рейдовая группа Из 40 человек из гильдии И так вот вращалась по кругу Без прерыва То есть у него выходило Примерно 50 Мушанов в минуту Безумный левелинг Если учесть что экспириенсы Садают в 4 раза больше Чем за убийство обычного моба Что кстати примечательно Это ворота смерти в итоге забанили На форумах даже был скандал На тему легитимности взятия Мол вот там в леще тоже был абуз Через нежить Которым апали левелы И так далее и тому подобное В общем был гигантский спор на эту тему И кстати после того Как раз Мушана убили Близзы вырубили инстарез Потому что стало ясно Что многие пойдут абуясь эту систему И соответственно появится много серверфистов Которые будут взяты Очень сомнительным образом Впрочем если быть до конца честным Способов апнуть 90 В мисс в пандаре на релизе Было прям огромное множество Причем существовали Всякие разные абузы Например очень популярным Именно на релизе Был фарм Клакси То есть если вы знаете В хайлевельных локациях Есть много точек Где обитает большое количество Всяких вот этих вот летающих жуков И соответственно Так как это локации хайлевельные Там никто не качается Пока что все качаются по квестам Довольно модным было развлечением Прийти с пачкой из 5 человек Один таргетит Остальные сразу же убивают Даже если респ не инстантный Споты все равно большие Все равно капает много экспириенса И соответственно Сначала качают одного Потом второго Потом третьего Потом четвертого Потом пятого Где-то по 6-7 часов Выходило на одного персонажа Что в целом В рамках релиза Миссу в пандаре Довольно неплохо Потому что чтобы вы понимали Кач по квестам Миссу в пандаре Требовал примерно 30 часов левелинга То есть сохранялась традиция Из прошлых DLC Что как вы понимаете Довольно много Ну ладно Закроем тему с левелингом Что ж там было дальше А дальше было покорение БВЕ контента Миссу в пандаре И знаете Он мне вообще никак не запомнился Единственное За что хочется похвалить Activision Blizzard Это наверное за испытания Которые они добавили Для режимов 5 человек Потому что во-первых Это была довольно интересная Хардкорная фишка Во-вторых Эта фишка привлекала Довольно большое количество внимания И что еще важнее В испытаниях Впервые за долгое время Были красивые сеты Для трансмагрификации Причем действительно красивые Потому что как наверное Многие из вас заметят Где-то начиная с катаклизма Разработчики часть сетов А потом и вообще в целом Все сеты Начали делать Вот максимально на отъебись Потому что Какой смысл собственно Делать красивые сеты Если есть трансмагрификации Кому не нравится Затрансможете в сеты из классики Ведь что может быть лучше Чем красивые сеты из классики Гораздо более интересные вещи Происходили в пвп составляющей Выяснилось Причем кстати довольно быстро Что в 12 арене сезоне А это первый сезон Миссу в пандаре Во-первых На арене творится лютейший дисбаланс А во-вторых Можно наливать рейтинг Причем абсолютно не прикрыто И не стыдно Для начала про арену На арене начали тащить БМ Ханты и Блад ДК Это была абсолютно аморальная история Которую я много раз рассказывал На стриме И мне кажется нужно еще раз Рассказать ее в этом подкасте Чтобы так сказать Зафиксировать ее для потомков В общем Ситуация следующая Разработчики дали охотникам Возможность изучить Так называемый зверинец Который позволял призывать Всех питомцев из ваших стоил Которые наваливали Довольно большое количество урона Как обычные петы Довольно быстро выяснилось Что на релизе пока ресайленсов игроков еще немного Все бегают в обычные паупешные синьки Собственно говоря Можно просто выходить в пятерки Или в тройки Вызывать зверинец И просто зарыговать команду противника В результате чего Буквально там за 2-3 недели После старта сезона Весь ладер И вернее даже не так Весь топ ладера Захватили просто Огромные толпы охотников Которые просто зарыговали Всех через этот самый зверинец И самое что любопытное Контры у этого не было От слова совсем Поэтому если вы играли Тройку или пятерку Вам нужно было максимально Собираться в деф И тогда может быть При каких-то условиях Вы побеждали Потому что главное правило Для победы Было пережить Вот этот вот собственно говоря Зверинец Если вы его каким-то образом Пережили Что кстати происходило Очень редко Все тогда охотников убиваете И идете дальше В двойке ситуация была еще веселее Потому что в двойку Заехали 2 блат дк Точно не помню Как работала их механика Но помню что они Что-то стакали От автоатак В результате чего У них увеличивалось Собственно говоря лечение То ли решимость То ли доблесть В общем там какой-то стак был Который впоследствии Пофиксили И он перестал так жестко стакаться Но в общем смысл в том Что этот стак Настакивался 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 И в результате дк С одного удара Хилил себе фулл столб Учитывая что и так Речь идет про дк Специализации кровь То есть танка Это превращало бой В то еще развлечение Скажем так Не для всех Лично мне Больше всего запомнилось Два момента Из 12 арены сезона На арене Которые я считаю Наверное самыми кассовыми Даже наверное три Первый это Рыцарь смерти Который состоял в моей гильзе Под ником Пивс Пивс Если вдруг ты смотришь Этот ролик Или вдруг есть люди Которые его знают Передавайте привет В общем Пивс Это дк Который начал первый раз В жизни играть В World of Warcraft В Mists of Pandaria Он докачался до 90 уровня Оделся в синьку Взял первого рандомного Дескнайта Из трейдчата Тоже в бладе И они в два блада Взяли 2600 на арене 2 на 2 Чтобы вы понимали В 12 сезоне Кап рейтинга По моему был в районе 2800-2900 В двоечке То есть 2600 это было Прямо очень уважительно И соответственно Было парадоксально то Что человек вообще Первый раз играл в игру И просто прокручивал Одну и ту же ротацию Скилл Как говорится Не требовался Вторая мемная ситуация Которую я поймал Опять таки тоже В 12 сезоне Миссов Пандария Это когда Баянист вышел на арену Возможно кто-то из вас Не помнит Но в Миссов Пандария Были дико Имбалансные монахи На релизе В общем как и все классы Которых вводят разработчики Они были абсолютно Не сбалансированы Под другие классы И поэтому в целом Было нормально Когда монах подъезжал к вам И просто ломал лицо вам С одного удара Так вот Баянист стал свидетелем Замечательного боя На 2400 Или даже на 2500 рейтинга В ходе которого Собственно На арене открылись двери Против вышел монах Прист Сам баянист был Охотник Прист Монах просто сдал Все свои кд Какие у него есть в воздух Потом в два кувырка И полетцы Подкатился к баянисту И сваншотил его С одного удара В целом Кто знает кто такой баянист Могут представить его реакцию Я лично считаю Что это один из самых Кассовых моментов За всю историю Собственно говоря Деятельности баяниста Вот в его жизни Как игрока World of Warcraft Третий же момент Это мой любимый момент С Фритеросом И Бароном Бенхом Это просто Тоже что-то невероятное Потому что Барон Бен И Фритерос На 2850 По-моему В общем R1 рейтинг Попались против Двух Блад ДК Соответственно У них был Как вы понимаете Сражение В ходе которого Они целовались в десны Вернее не так Фритерос и Барон Бен Играли максимально На скиллухе Пытаясь убить Хотя бы одного Рыцаря Смерти Но в результате У них ничего не получалось Потому что Рыцаря Смерти Продолжали отхиливаться Весь этот Гомодиктат Продолжался В течении Наверное 45 Или может даже 50 минут После чего У Фритероса Начали сдавать нервы И он так сказать Решил пойти в Абанк После чего Начал жестко пушить Одного из Деск Найтов И вот представьте себе Ситуацию У одного Из двух Рыцарей Смерти Наконец таки Кончается хп 20 тысяч 20 тысяч хп Бен ставит Финда Для того чтобы он Вернул этого Рыцаря Смерти Чтобы этот Рыцарь Смерти Не смог похилиться Рыцарь Смерти Разворачивается И с одного удара Хилится по Финду Потому что Финда Поставили слишком близко А Фритерос Просто ливает арену Я считаю Что это наверное Один из самых смешных Боев Который я видел В своей жизни Жалко что он не сохранился Потому что Это наверное Самый кассовый момент А самое парадоксальное В том что Два Рыцаря Смерти Которые ушатали Фритероса Никакие не мультиглады Даже в общем Особенно аренные игроки Это были такие же Под пивасы Как мой Пивс Которые тоже Первый раз наверное Играли в World of Warcraft И от этого Жопу рвало еще больше Единственное что Они просто были Чуть поусерднее Чем Пивса Поэтому на арене Задержались чуть-чуть подольше Впрочем Справедливости ради К концу 12 сезона Баф который Настакивали Рыцаря Смерти Все таки пофиксили И после этого Их с ладер С горем пополам Там послевали Плюс надо не забывать Что за двойку Гладиатора не давали А поэтому в целом Они там ничего толком Не получили Кроме разве что фана Что касается 12 арена сезона В вопросах рейтингового поля боя Здесь вообще Еще более веселая атмосфера В общем я уже Несколько раз рассказывал Эту историю Например вы можете Послушать ее В ролике про свободных И в ролике Про историю гильдии Эшелон Рейдколл 13 Для тех кто слишком молотно Не помнит Рейдколл или РК Это голосовая связь Которая собственно говоря Была аналогом Тимспика или Вентрилы Но бесплатная И соответственно Ей кто угодно Мог свободно пользоваться Без каких либо проблем Это было абсолютно легально По сути дела Это был популярный Первый популярный Предшественник дискорда Так вот В рамках площадки Рейдколл Существовал очень важный дискорд Который назывался Рейдколл 13 Или РК13 Просто в народе РК13 Это был главный поставщик Рейтинга Широким массам Вы спросите Как? А все просто Там собиралось Огромное количество игроков И они переливали Друг другу рейтинг Как это делалось? Формула была просто Максимально гениальнейшая И честно скажу Ничего более подобного Похожего Я раньше не видел В общем разработчики Совершили гигантский ляп И соответственно Вы могли прокать Именно друг на друга Как это делалось? Пока у вас ММР маленький Вы регались ночью Часа в 3-4 ночи Вы заходили в две команды Становились где-нибудь В любой локации В две темы И по команде рейт-лидера Обе команды Регали Собственно говоря Рейтинговое поле боя Самое важное заключается в том Что два человека В момент регистрации Мгновенно Нажимали Альт F4 Один человек В одной команде Второй человек В другой команде После этого Оба Абсолютно Синхронно Идеально совпадая В тайминг Заходили в сеть Это очень важно Потому что Когда они вдвоем Заходили в сеть Очередь Подстакивалась То есть очередь в целом В Варкрафте На тот момент Работала следующим образом В первую очередь Она считала ММР А во вторую Она считала Тайминг регистрации То есть если две команды С одинаковым ММРом Зарегались Собственно говоря В одно время Их кидало друг на друга И соответственно Когда два человека Заходили синхронно В сеть Их автоматически Кидало друг на друга А не против Каких-то других команд Бывали конечно Погрешности Выкидывало и против других Но обычно Регало друг на друга Дальше начинались Абсолютно феноменальные вещи Команде которая Собственно говоря Хотела получить рейтинг Нужно было просто Зайти на поле боя А команде Которая не хотела Получать рейтинг Которая в данный момент Рейтинг сливала Нужно было просто Не принимать очередь Что происходило после этого? Правильно Система команде Которая не зашла Не засчитывала Минус рейтинг Не засчитывала Плюс рейтинг И не снимала ММР А также никак В статистике матч Не отображала А люди которые в бой Зашли Спокойно его отыгрывали И получали Фуловый ММР И фуловый Собственно говоря Прибавка по рейтингу Вот так команды Одна к другой И шли Где-то после 2-2-200 ММР В 12 сезоне Можно было уже Собственно говоря Регистрироваться По отдельности Где-то после 2000-2200 ММР В 12 сезоне Вы могли уже Регистрироваться В любое время суток Потому что команд Становилось мало И соответственно Вы могли спокойно Лить рейтинг В любое время дня и ночи Как раз в 12 сезоне Впрочем как и в 11 Довольно популярен Стал такой кадр Как о Васян Про Возможно его Легенды Катаклизма Вспомнят Васян Про Это та самая Легендарная личность Которая налила себе В Мисс Оф Пандария На рейтинговых полях Боя 5000 арена рейтинга Полностью голым персонажем И соответственно До этого Васян Про Делал то же самое В Катаклизме Мем заключается в том Что собственно говоря Васяна никто не забанил По итогу И Васян получил титул Героя Альянса Когда закончился сезон Потому что разработчики Сказали А да 5000 арена рейтинга У чувака Который полностью голый Там 100% винрейт 200 матчей Это 100% честное Получение рейтинга Собственно Что из себя представлял Ладер на РБГ Вы наверное понимаете РК-13 как раз занималась тем Что вот Переливала рейтинг А все остальные Пытались играть честно Наша гильдя Справедливости ради Гоняла на РБГ По чесноку Мы не переливали Потому что у нас был Довольно неплохой Экспириенс еще с Катаклизма Я напомню для тех Кто может быть не знает А у меня в Катаклизме Взят Герой Орды В 11 сезоне Я один из двух Русскоязычных друидов Ресторов Которые смогли взять Героя Орды Да и Героя Альянса В общем-то Второй это Собственно говоря Непосредственно Но Тим Который в 11 сезоне То же самое сделал Все остальные брали Либо Ферали Либо собственно Игря в Сове Потому что они хотя бы игрались А Рестор там На РБГ съедался Буквально за секунды Но не важно В общем экспириенса хватало И поэтому мы пытались Играть более-менее честно Но в итоге застопорились РБГ в 12 сезоне У вас 9 из 10 матчей Были против Переливал Вы почти никогда Не прокали Против честных игроков У вас почти все время Были проки против Переливал В 12 сезоне Вообще честно Играло наверное Очень маленькое количество людей В основном Это всякие мультигладиаторы Которые хотели Собственно говоря Показать что они мультигладиаторы И ПВПшные гильдии Которые Скажем так Не хотели пятнать Свою часть переливом И например Тот же самый эшелон Который мы уже упоминали Например Целенаправленно Вообще боролся Вот прям Целенаправленно Сто процентно С РК-13 Они вот строили свою позицию Они ловили их в тайминге Зашелали шпионов Чтобы они не могли лить Но тоже все безрезультатно Но зато Какой-никакой рейтинг Параллельно брали Примерно так И прошел весь 12 арена сезон Что как вы понимаете Доставляет неимоверных лоузов И если вы думаете Что после прихода 13 арена сезона Или 2 сезона Мисс в Пандария Стало легче То вы очень глубоко Ошибаетесь Я не буду рассказывать вам Про ПВЕ составляющую Потому что про нее Вы и так в интернете Можете достаточно наслушаться Я лучше расскажу вам Про то Как разработчики Поступили с теми Кто налил себе рейтинг И как они боролись С людьми Которые этот рейтинг Самые налили В общем так забавно Получилось Что 10 из 10 человек Которые в 12 арена сезоне Получили Героя Орды Или Героя Альянса Это переливалы Почему спросите вы меня Да потому что На Героя Орды Или Героя Альянса В 12 арена сезоне Нужно было 3 800 рейтинга РБГ Чтобы вы понимали Вообще обычно Ладер РБГ К тому моменту Заканчивался Примерно на 2 800 Если мы судим Например по 11 арену сезона И по 10 А тут резко стало 3 800 Что как вы понимаете Честным путем Никак не бралось Более того Я вас уверяю Уже там на 2 500 ММР У вас практически Не прокали бои Если прокали То только лейки По другому просто никак Если вы думаете Что с 13 сезоном Разработчики Как-то Исправили ситуацию Пошли там на попятную И так далее Нет В 13 сезоне Стало еще веселее Потому что В 13 сезоне Выяснилось Что разработчики Собственно говоря Из Activision Blizzard Не обнулили людям ММР Да Есть такая фишка Разработчики для того Чтобы собственно Нубы не прокали С папками Решили в какой-то Промежуток времени Где-то в районе Середины катаклизма Не обнулять ММР Чтобы сразу топы Уходили в топы И не трогали лоу-левелов У них там соответственно Отдельный подбор игроков Сами между собой играют Сами там рангаются Проблема в том Что весь 12 арена сезона Состоял чуть более Чем полностью из переливал А поэтому С приходом 13 арена сезона Люди Которые просекли Что ММР Не пофиксили Пошли дальше переливать И что парадоксально Такие игроки Как допустим Васян Про Имеющие 5К ММР На своем персонаже А также на чарах Которыми они занимались Собственно Продажей рейтинга Они Никак не пострадали Потому что Они продолжали Прокать друг против друга И ММР у них Оставался в районе 5К Еще смешнее Остановилось от того Что вообще-то Так вот оказалось Что если у вас Допустим Примерно одинаковый ММР То есть допустим Вы проигрываете матч У вас становится 2400 Вы выигрываете матч У той команды Которую вы проиграли И у них становится С вами опять По 2500 То есть вы могли Бесконечно прокать Друг на друга И соответственно Продолжать наливать Сибирейтинг Без каких-либо проблем Вот такой вот Интересный парадокс И соответственно В 13 сезоне Снова вылезли лейки Которые никуда Глобально не девались На арене наступил Более-менее баланс Относительный Там стало чуть-чуть потише Немножко хантов Пофиксили Немного рыцарей смерти Пофиксили Над монахами Попытались поработать Но ничего не получилось Вылезли кстати Безумные рыцари смерти Которые начали Раздавать люлей Через некротики Это как раз Началось в 13 сезоне В 12 они были На параше Но самое главное Творилось на РБГ Потому что люди Опять начали наливать Сибирейтинг И соответственно Здесь уже наверное Где-то 9 из 10 человек Которые взяли Героя Орды И Героя Альянса В 13 сезоне Они были наливалами То есть вот Один из 10 Это не переливало А все остальные Просто лили Причем лили Нещадно максимально Что любопытно Разработчики Даже видя Весь этот вот Безумный коллапс С переливом Полностью проигнорировали Происходящее Но что гораздо важнее В 13 сезоне Они игнорировали Не только переливал Они игнорировали Вообще в целом Все сообщество А поэтому В World of Warcraft Начала распространяться Новая чума Возможно Кто-то из вас Видел у меня ролик На канале Он называется Как боты захватили World of Warcraft Это один из моих Фундаментальных трудов Которые я выпускал В 19 году Одно из моих Самых любимых видео Я лично им Очень сильно горжусь Потому что в нем Довольно детально Рассказано Как боты Покоряли мир Военного ремесла Так вот именно В Миссов Пандария Начался безумный Расцвет ботоводства Потому что Как выяснилось За него не банят А сами боты Стали невероятно Доступными Именно в 13 ареносезоне Нам на помощь Пришел Хонор Бадди Который можно было Купить себе Перманентно За 10 евро На всю жизнь ключ Либо можно было Взять хакнутый ключ Коих в интернете Было полным-полно И соответственно Вы могли пользоваться Без каких-либо ограничений Плагины были Довольно функциональны Вы могли сами плагины писать Если чуть-чуть понимали В то что написано То есть плюс-минус Получалось создать Довольно функционального бота Вел он себя как конченый Но этого было достаточно Для того чтобы Вы фармили ресурсы Или что-то еще А в условиях Когда за бота Не банят Соответственно Можно было Ботоводить до бесконечности Именно в 13 ареносезоне У меня случился Мой самый знаменитый Наверное кавардак в жизни Когда я зарегал Алтерокскую долину Примерно в 11 часов вечера Прокнул инстантно И после начала боя Осознал Что я нахожусь на БГ Которая длится Уже около там 12 часов И счет там 600-600 Или 500-500 То есть в общем Счет там вообще Не пострадал Вы наверное хотите спросить меня А как такое произошло А суть в том Что боты на батлграундах Цеплялись на фоллоу На ближайшего игрока И бежали за ним Соответственно Когда игрока этого бить Начинали Или начинали бить ботов Они вступали в сражение Но Прикол заключается в том Что если у вас Прокает на батлграунде Допустим 40 ботов из 40 За кого они зацепятся Правильно Друг за друга А кто побежит Никто Потому что боты На БГ бегать не умели Они умели бегать Только на фоллоу Это кстати одна из тех причин Почему вы сейчас Не можете нажать Следовать за игроком На поле боя Почему эта функция заблокирована Потому что именно таким образом В Warlords of Draenor Причем где-то прям В середине Warlords of Draenor Пофиксили ботоводство На полях боя Потому что иначе Было просто вот Никак невозможно С этим справиться Впрочем боты стали Изобретательнее И это в итоге не помогло Но сейчас не об этом Цемиз ситуации заключается в том Что по сути дела Я попал на поле боя Вечное На котором с обоих сторон Было по 40 ботов Как потом выяснилось Потому что я пробежал Через все поле боя Добежал до Собственно пещеры Альянса И увидел там 40 стоящих ботов А я на него попал Только потому что Видимо один из ботов Заавковал Не нажал там пробел Или какую-то клавишу Соответственно Его выкинуло С поля боя И запустило Моего мага Вот такое вот Парадоксальное поле боя У меня в итоге получилось Для чистоты скажу Что ровно такая же ситуация Отворилась вообще На всех батлграундах Причем не только В русскоязычном сегменте Но и в западном В целом считалось нормой Если вы Допустим Прокали на батлграун То у вас там Из 15 человек На каком-нибудь Оки Буре 13 были ботами Это вообще была Нормальная практика То же самое в ЛФР То же самое в Данжах И то же самое на прокачке Если вы шли в ЛФР И у вас было там 20-22 бота Из 25 Вообще красота У вас было Несколько живых человек Вы могли пройти Спокойно без проблем В ЛФГ на прокачке То же самое ЛФГ регали только боты Если вы прокали И у вас там Был живой человек На левелинге В Ниссу в Пандаре Воу Это была прям находка Сколько людей Помню Со сколькими общался Сколькие качались Вообще Почти всегда Прокали только боты Очень 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 Редко попадались Живые люди То есть вообще Нормальная история Когда Данж просто Пролетало 5 ботов В общем Как вы понимаете Творилось просто Какой-то кавардак И безумие И что еще интереснее В Миссу в Пандаре С 13-м ареносезоном В игру завезли Еще и скрипты То есть знаете Ботов было мало Мало нашим людям Было ботов Мало было того Что в игре Леживых людей Почти не осталось Нам привезли Еще и скрипты Которые сделали Игровой процесс Еще веселее Что такое скрипты Вы спросите меня А это такие Большие Гигантские Автоматизированные Макросы Причем я так До конца и не понял Так как я ими не пользовался То ли это дополнительные аддоны То ли это просто Прям макрос писался В общем Как это работало Условно Вы нажимаете на кнопку Циклона За своего друида Чтобы зациклонить вара А у вара Как только вы нажали На кнопку циклона Автоматически срабатывает Автокик Вот такая вот фишка То есть Смысл скрипта Заключался в том Что вам Секунда в секунду Мгновение в мгновение Кикала каст Как только пинг доходил До чувака Сразу прилетал кик в каст И такую штуку Невозможно было фейкнуть Соответственно Если вы хотели Играть на арене Против людей со скриптами Вам что нужно было сделать Правильно Тоже установить себе скрипты Возможно Это прозвучит Несколько парадоксально Но без этого Вы просто не могли играть Потому что Фейкнуть Инстантный кик в каст Который нельзя фейкнуть Можно только в том случае Если вы совершаете Каст хила Будучи кем Человеком на скрипте Поэтому скрипт Сам начинал каст И сам мгновенно Его отменял Фейкая таким образом Кик в каст В общем Это очень сложно И абсолютно неважно Главное то Что все вокруг Начали бегать на скриптах И соответственно Играть адекватно В World of Warcraft Стало вообще в целом невозможно Потому что Какие-то там Фейки Скил и так далее Все пропало Роляло только то У кого лучше скрипты Более того Как бы смешно это не звучало Но в Миссов Пандария В 13-м леносезоне Появились еще и боты Для арены И это вот прям была Абсолютно феноменальная штука Потому что боты для арены Научились новой крутой фишке Они научились нормально аренить А научились они нормально аренить Потому что бота совмещали Со скриптами И в довесок Еще часто ему против прокали боты Как результат В целом Вы могли включить себе бота Накинуть на него скриптов И оставить компьютер включенный Вместе с тиммейтом ботом В более-менее адекватном сетапе И скорее всего 2 200 в двоечке Он вам недельки за 3 За 4 взял бы Да у вас был бы адский просто винрейт Там что-нибудь вроде там 500 игр на 500 игр 500 побеждено 500 проиграно Но тем не менее 2 200 было бы в вашем кармане Гладиатора боты не брали Но в целом Игрались Игрались довольно активно Как раз за счет Вот этих самых скриптов Еще веселее становилось От того Что вместе с этим В 13 сезоне Да-да Поверьте Это еще не конец Это только начало В 13 сезоне Вместе со всем Вот этим перечисленным добром Подъехала еще одна Невероятная Просто умопомрачительная фишка Это Мультибокс И вот вы скажете Мультибокс был и до этого И вы окажетесь полностью правы Мультибокс действительно Он был еще до этого Это не какая-то новая фишка Которую ввели в 13 сезоне Миссов Пандария Нет Конечно же это не так Важно то Что именно в Миссов Пандария Завезли мультибокс С ботами И со скриптами И соответственно Вы могли прокнуть Например на Не знаю На мирового босса пойти Которого фармили бы По КД 40 сука ботов Которые были на скриптах И соответственно Их нельзя было убить И при этом Это еще и был мультибокс А значит Они в один таргет лупили В общем Это была дичайшая дичь И в целом Вот у меня был момент Когда например Я встретил наша Астраха 40 блат ДК Я вам честно скажу Это то еще приключение И лучше такое в жизни Не повторять 40 блат ДК На мультибоксе На скриптах Вау Это просто Неубиваемая штука Которая просто носится И ваншотит все вокруг Параллельно зачищаешь Астраха Вот такие вот веселые времена Настали в 13 марина сезоне И если вы думаете Что в 14 сезоне Миссов Пандария Стала кардинально лучше То вы Не правы Вернее не так Вы правы Но не совсем Тут в общем Вот какая интересная Фишка получается В общем Близзард в 13 сезоне Видимо почесали репу И пришли к выводу Что в ладере РБГ У них творится Что-то совсем нездоровое И поэтому Они придумали Классную идею А давайте Мол мы Сбросим Всем ММР на РБГ С приходом 14 арена сезона Классная же идея Классная Без спору Классная И они это сделали Параллельно Они провернули Ряд изменений На арене В результате чего На арене появился Так называемый Баф гладиатора Если вдруг вы в танке Не знаете что это В общем смысл в том Что вы деретесь Какой-то промежуток времени Допустим минут 25 И через 25 минут Команда Которая просадила Другую команду Сильнее по хп Получала баф Который увеличивал На 300% ее урон Что соответственно Приводило к мгновенному Ваншоту Зачем это ввели Спросите вы меня А затем Что бои долгие были Люди очень долго Сражались Прям очень долго То есть норма Была выйти на арену И вот подраться Часа 4 Такое было действительно Особенно если попадались Например монах плюс дц Против монаха плюс дц Все это бой Просто вечный Он никогда сам не закончится Пока одна из команд Не ливнет Это вот прям Боль баловництва В пандаре А в этом плане И соответственно Какая-то такая вот Механика Она напрашивалась Потому что люди Просто не выдерживали Как результат Вот придумали Вот такую вот фишку Но для начала Давайте про РБГ Вот вы наверное думаете Что вот в 14 ареносезоне Разработчики выкатили Такую балдежную фишку Как обнуление ММР И теперь все стало хорошо Ведь у нас до этого Какая проблема была Правильно У нас был ММР у всех апнутый И соответственно После фикса Все могли лить А оказалось что нет Оказалось что в общем-то Миссов Пандария Настолько поломана В вопросах рейтинговой составляющей Что в общем Сейчас вот просто Приготовьтесь ММР можно было Все равно себе налить Но не так как вы думаете В общем оказалось Что если вы спускаете Ваш ММР до нуля После того как вы продолжаете Проигрывать Он становится Отрицательным Но парадокс заключается В том что Отрицательный ММР Воспринимается Как причина Начислить вам Положительный рейтинг И соответственно Когда вы сливали ММР до нуля Вам за победы На отрицательном ММРе Начинало начислять Рейтинг в плюс Соответственно Для того чтобы Довольно быстро И не напряжно Наливать себе рейтинг Нужно было сделать что Правильно Проиграть Энное количество боев Спустить свой ММР До минус 5000 На которых вам Как вы понимаете Никто помешать не мог И после этого Вы могли абсолютно Спокойно Регистрироваться Друг против друга И у вас Соответственно ММР не рос Не падал Он был минус Минус 5000 Минус там 4900 Минус 5000 Минус 4900 И так далее А рейтинг у вас Выходил в плюс Так как будто бы У вас сейчас ММР 5000 Положительный И соответственно В 14 арене сезоне Все уважаемые игроки Пошли лить себе РБГ Уже через Отрицательный рейтинг Тут уже скажу Что явление было Не очень массовым Потому что вот Именно про эту штуку Знало прям Очень мало людей Но у нас РК13 все равно Цвел и пах Потому что Там народ Эту фишку Довольно быстро Прощелкал И там переливал И все равно сидели Впрочем К 14 сезону Пандария начала Очень быстро затухать Потому что народ Задался вопросом Собственно А что делать в игре Которая на 99% Состоит из ботов Чем заняться Это вообще Уважаемые разработчики И люди начали По определенным причинам Из игры уходить А соответственно Никто этим особо Уже сильно не занимался Не переливал Просто интереса не было Пропал-запал Люди уже столько багов Нанюхали Столько накушали Что вот как-то не хотелось Что вопрос с Харены В вопрос с Харены Сформировалась новая мета В тройке И в пятерке Не было бафа Гладиатора Поэтому там играли Как раньше Но вот в двоечке Люди Соответственно Начали чуть-чуть напрягаться Вы спросите меня Вам в 2 на 2 Для того чтобы взять рейтинг Теперь вместе с появлением Бафа Гладиатора Не нужно хорошо играть Все что от вас требуется Это просадить команду противника Прям очень сильно по ХП А после этого Просто Ее контролить И доджить Если вы хоть немного Играли на арене После катаклизма То я думаю Для вас Ни для кого не станет секретом Что вообще Доджить противника на арене Гораздо легче Чем с ним драться А плюс Надо помнить Что Миссу в Пандаре Это период Когда контроля еще было много И сейвов еще было много А поэтому Технически Можно было без проблем Доджить атаки противника Буквально до бесконечности Более того скажу Сам лично пытался взять На своего друида 2 200 в двойке С охотником Был у меня такой охотник Спортейдж Он же Мастерс Так вот Мы с ним как раз Через эту стратегию Решили запушить 2 200 Потому что Мне нужно было На повелителе арены Как раз добить двоечку И вот мы сели этим заниматься Сразу скажу Что 2 200 мы в итоге не взяли Я столкнул на 2 177 Мне надоело У меня не хватало времени Я был занят там в реале Плюс у меня были там Финансовые трудности В общем Опустим Не важно Самое главное То что мы почти взяли Но Сами файты были максимально мемные Потому что мы выходили Мы брали там в таргет Какую-нибудь жидкую цель Которая не может нормально покайтить Обычно это был какой-нибудь хил Соответственно В дамагера сдавались все контроли Или в хила сдавались все контроли А Хант мы ехали со всеми бурстами В дамагера В общем одно из двух То есть если дамагер мягкий То все в хила Если соответственно Хил мягкий То все в дд После чего Мы просто начинали кайтить Как только заканчивались бурсты Там обычно у человека Оставалось 50 тысяч хп И дальше нужно было просто Там покайтить Буквально там Не знаю 25 минут Все Вы заканчивали Эти 25 минут бегать И добивали человека Плюс рейтинг Вуаля Прикол в том Что Ханты были с очень сильными бурстами В 14 сезоне И вообще технически Опустить вас до столь же низкого уровня Было очень тяжело В рамках мистов Пандарии А поэтому после вот такого Дикого бурста Можно было просто спокойно кайтить Почему не добили 2200? Времени не хватило Не хватило у меня желания Может быть чего-то еще Может быть я подумал Что возьму это потом В общем честно Мой косяк До сих пор очень сильно жалею Потому что у меня было 2400 в троечке 2400 в пятерочке 2650 на собственно говоря На РБГ И вот 2к с копейками Почти 2200 в двойке Не хватило Не дожал Моя ошибка Но впрочем не важно Если вы думаете Что с ботами разработчики Боролись в 14 сезоне То вы глубоко ошибаетесь Потому что на ботов Всем было плевать А вот 15 сезон Был уже довольно веселым Во-первых в 15 сезоне Наконец-таки Представляете Разработчикам всего 2 года Потребовалось Заделать Чтобы заделать Деру на РБГ В общем в 15 арене сезоне Заделали Деру на РБГ И с этого момента Соответственно Все желающие Могли абсолютно спокойно Играть РБГ И брать честно рейтинг Только по факту К тому моменту Уже все кто могли Взяли себе тайтлы Взяли себе ачивки И никому это в общем И даром не было нужно А поэтому Если мне память не изменяет Нужно было в районе 2300 или 2400 Для того чтобы получить героя Орды и героя Альянса В непосредственно В 15 арене сезоне На арене же Добавили наконец-таки Баф минус хил То есть наверное Многие из вас помнят Может быть не помнят Но вот сейчас На арене на актуале Есть такой баф минус хил Вы выходите на арене И у вас начинает Потихонечку стакать процент Минус 1 процент хила Минус 2 процента хила В общем раньше Этот баф появлялся Где-то там С 15 минуты Но появлялся Им заменили баф гладиатором Но самое важное Что происходило В 15 сезоне Это не это Боты никуда не делись Но Нас выпустили Из резервации Да Возможно вы не знаете Но когда-то Очень давно В 2014 году Получается Русскоязычные игроки Могли играть Только на русскоязычных серверах Если вы создавали Учетную запись В СНГ Россия Беларусь Украина И так далее Вы могли зайти Только на русскоязычные сервера На Европу Вы зайти не могли Вам писало Что вы должны пойти В пень У вас не европейская Учетная запись Таким образом Мы сидели в резервации Где-то получается С припатча Лича И вот до Пандарии Довольно продолжительный промежуток времени За это время комьюнити Привыкла к своей тюрьме Знаете Есть такая тема Что если ты долго сидишь В плену своего мучителя Через какое-то время Ты начинаешь Своему мучителю сочувствовать Так называемый Стокгольмский синдром И плюс через какой-то промежуток времени Если у тебя не получается бежать Да Ты привыкаешь И не бежишь Это кстати Очень большая теория Относительно к концлагерей Если хотите Можете почитать Почему люди в концлагерях В свое время не бежали Однако здесь этот момент Опустим И мы вернемся к World of Warcraft В общем Оказалось Что люди привыкли к своей тюрьме Русскоязычная комьюнити Привыкла к тому Что у нас есть свои сервера На которых есть свое маленькое Уютное болото И соответственно Возвращаться на Европу Никто не горел А люди Которые эту Европу помнили В общем-то Практически закончились Мне же сама идея Переезда на европейские сервера Очень сильно понравилась Как раз к концу Подходил 15 арена сезон Еще не припатч Но вот уже концовочка Уже скоро и припатч Должен был быть И нам вот выкатили эту возможность И соответственно У нас в коллективе После довольно долгой дискуссии Было решено Уехать со Стражи Смерти На Аутленд Мы очень долго думали Куда Сначала предполагали Может быть переехать На Дефис Бразерхуд Это РП-ПВП сервер Но меня отговорило От этого комьюнити Сервер был хорошо сбалансированный Там было 50 на 50 Арда Альянс Но комьюнити В том числе гильдийская Отговорила Мол чих это РП-ПВП сервер Там нельзя убивать Других игроков Тебя за это забанят Я на эту чушь повелся Будучи еще молодым И неопытным И в итоге Мы уехали на Аутленд Аутленд Чтобы вы понимали Это был европейский Гордуни Только с одним Небольшим отличием На нем в 4 раза Людей больше играло Чем на Гордуни А поэтому это был Прям максимально Жестко переполненный сервак Сам отъезд Был довольно тяжелым И по двум причинам Во первых Потому что Для того чтобы перенести Персонажа Нужно было заплатить Лично Близзард Как оказалось В функции трансфера Ее как бы Нас выпустили Из резервации Но трансферить персонажа Все равно не разрешала Система Она говорила Кукиш вам Вы не можете Сюда переехать И поэтому После того как Вы подавали запрос Вам нужно было Писать в техническую поддержку И вам эту функцию Активизировали вручную А вы переводили бабки вручную Схожа ситуация И с приносом гильдии Гильдию мы тоже Трансферили по аналогичной системе Потому что Как оказалось Разработчики объявили Что теперь есть функция Трансфера гильдий И соответственно Вы можете гильдию перевести Но Этой функции нет в меню И соответственно Если ты хочешь гильдию Трансфернуть Тебе нужно заплатить Напрямую в Близзард Что в итоге Тоже я делал Через техническую поддержку Та еще мемная ситуация была Когда я там бабки переводил В общем ладно Опустим нюансы С корпоративными счетами И со всей ерундой Важно то Что в конце миссов Пандария Мы оказались на Аутленде И оказались мы там Довольно небольшим составом Примерно человек в 50-60 Чтобы вы понимали У нас на момент отъезда Было примерно 250 игроков Которые в целом Все были активны Но доехало 50-60 В целом это нормальная история Потому что гильди целиком Никогда не уезжают Всегда есть люди Которые скажут Нет я вот в своем болоте Мне хорошо Я никуда не поеду Нахрен вашу гильдию Буду играть в ПВЕ Или вообще играть не буду Это сейчас не важно Важно то Что для меня миссов Пандария Больше всего запомнилось Моим посещением башни Как вы наверное помните ПВП предметы В миссов Пандария Продавались на стене Там были башни Башни Альянса Башни Орды И в них стояли вендоры Так вот соответственно В 15-м ареносезоне Сразу после трансфера на Outland Мы решили Вынести эту башню у Альянса Вы прикиньте Сервак Альянса В одной башне Столько ПВПшников Давайте зальем Пришли мы к этой башне Человек в 30 Где-то Не полным рейдом Мы не могли тогда Полный рейд никак вообще Собрать не получалось Стоим у башни 5 минут Стоим 10 Альянс стоит внутри в башне Ноль эмоций на наше присутствие И только где-то через полчаса До нас дошло Что там в башне Внутри Стоят боты Не игроки Боты И соответственно Наш маг Был у нас такой маг Кесма Робко кинул туда Близзард И наверное Это была самая большая ошибка В его жизни Потому что как только Он кинул туда Близзард Оттуда вылетела Тьма тьмущая ботов Которая нас сравнялась с землей Потому что боты Триггерятся от урона Сколько их выбежало Сказать тяжело Но я точно помню Что у меня прям экран зафризило Прям заморозило И отвис я уже мертвый Когда эти боты бежали обратно То есть там Наверное таргетов 500 было Может даже больше Прям очень много И соответственно Мы своим коллективом До самого выхода Вот непосредственно Warlords of Draenor Занимались тем Что ходили в эту башню И пытались залить Вот этих ботов Это был наш челлендж Потому что на Аутленде В этой башне 24 на 7 стояло Колоссальное количество ботов Они регали по КД БГшки Заходили отыгрывали Покупали шмотки И так далее И соответственно У нас была задача Как-то их убить И возможно это прозвучит Довольно странно Но в один прекрасный момент Нам это удалось Это было буквально За один день До релиза Warlords of Draenor То есть уже наступил Припатч Появились новые таланты Новые скиллы И вот там оставался Буквально один день До Warlords of Draenor И мы убили Этих чертовых ботов В башне Это наверное было Самое невероятное ощущение В моей жизни Потому что знаете Да Это как бы не игроки Это просто ПВЕ мишени Но их сложить Было невероятно сложно Потому что их было очень много Они ведут себя в целом Плюс-минус как игроки И как-то там В 40 человек против 500 Соб не подерешься Залаги слишком Неадекватные были И вот казалось бы Вот она Долгожданная победа Наконец-таки Мы раскатали этих ботов Но на нас Налетела гильдия Конор Капит Возможно Не многие из вас Вспомнят Возможно Многие из вас Вообще в целом Не знают Но на западных серверах Очень долгий Промежуток времени Прям очень долго Были проблемы С ПВП коллективами Так сложилось Что вот где-то После Гнева Короля Лича Все ПВП гильдии В World of Warcraft Начали потихоньку умирать А на западных серверах Еще быстрее Более того Западная комьюнити Не особо сильно Приветствовала В World of Warcraft Потому что это Как таковое ПВП без награды А игроки В World of Warcraft Они знают Такие типа Оу За это не дают плюшку А я тогда Не буду этим заниматься В смысле Получать удовольствие Я не получаю удовольствие От того где Я не получаю награды Это какая-то глупость И соответственно На Евро Было очень маленькое Количество ПВП коллективов Которые в итоге Трансформировались В одну Довольно сильную гильдию Одну из Всего там было Около 4 или 5 Таких коллективов На весь Евросегмент Но вот самым популярным И самым известным Был Honor Capit Который еще очень сильно Любил русскоязычных игроков В тот промежуток времени Которые собственно говоря Сознанием английского Очень часто к ним присоединялись Потому что они давали Прям жесткое ПВП И соответственно Вот эти самые Honor Capit Обитали как раз на Аутленде А поэтому Когда мы развалили башню Они переехали нас И более того Как выяснилось потом Впоследствии Через какой-то промежуток времени В ходе диалога Уже Меня как контентмейкера Через 5 или 6 лет Они в целом Видели все наши попытки Как мы пытались Убить этих ботов Они группались И спокойно Весели где-нибудь в сторонке И просто наблюдали за происходящим Ждали пока мы ботов убьем Чтобы нас переехать Но у нас никак это не получалось И в итоге Только там за 2 или 3 недели Мы достигли этого результата И только после этого Они уже с упоением Нас переехали А там уже собственно говоря И Warlords of Draenor подъехал В котором было не меньше Скажем так А может быть даже и больше Интересных событий И в частности Были томные взаимоотношения С Honor Capit А также с русскоязычным сегментом Потому что Warlords of Draenor Было конечно весело Но это мы оставим Для следующего подкаста Если он вам конечно будет интересен На этом с вашего позволения Я буду его заканчивать Возможно так вот получилось Довольно быстро его Или даже оборвано закончить Но тем не менее Мне кажется что Всю историю Миссу в Пандаре В том виде в котором Мне хотелось бы ее рассказать Я вам от своего лица рассказал В первую очередь Делаю акцент на ПВП Если вам это понравилось Если вы хотите увидеть продолжение Целенаправленно Обязательно Жмите лайк Не стесняйтесь Делиться в комментариях Как для вас прошла Миссу в Пандаре Было бы интересно Почитать Чем запомнилось Что понравилось Что не понравилось С радостью прочитаю С радостью познакомлюсь И конечно же Нажимайте на подписку Потому что Ваша подписка Уважаемые зрители Это просто Невероятный мотиватор Для выпуска Нового контента Заранее спасибо За любую Проявленную вами активность И до очень Скорой Встречи Субтитры создавал DimaTorzok